Насколько перспективно выращивать плодовочные культуры на юге Молдовы и какие сорта больше подвержены климатическим изменениям, обсудили аграрии и специалисты в данной области. Чтобы вызвать интерес у местных фермеров для занятия этими видами культуры, необходимо иметь информацию о существующих технологиях выращивания, обработки и других технических операциях. К сожалению, эта отрасль в последнее время у нас практически не развивается, а мы хотим этим мероприятием пробудить интерес населения к этой отрасли, и показать им, что заниматься плодоводством в условиях даже засушливого юга Молдовы – это выгодно и рентабельно. По информации директора государственного предприятия по тестированию растений в селе Твардица, в нашей местности преобладает спрос на такие культуры, как персик, черешня и абрикос. Лучше выращивать средние и поздние сорта, они лучше адаптированы к погодным условиям. В то же время семечковые культуры, например, яблоки, лучше возделывать на севере страны. Яблоню лучше, наверное, на севере возделывать. И вот по своему опыту убеждаю, что лучше яблоню и такие семечковые культуры лучше возделывать на севере. Они лучше себя оправдывают. У нас более косточковые. Также и слива неплохо себя показывает, урожайная. Цена, может, невысокая, но спрос на нее есть. Встреча аграриев прошла в рамках завершающего этапа проекта РИСПИ инвестиций в сельской местности. Организатором выступил информационно-консультационный центр «Диалог» в Чадерлунге, поставщик услуг Национального агентства развития села.